Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами сегодня снова пара проводить Сила Сибири, лицея Патеросовича. Привет. Лассо. Привет. И дизебарьковица. И сегодня мы поговорим о клоне известной итальянской железки. Известной, конечно же, в узких кругах. Под названием СВА МОД. Это такой батарейный блок класса склонг, который с пузыриком, под нажимчик и, собственно, под дрибочки с нижней подачей железки. Нет. От класса бокс мод, под класса склонг. А ты зануда. Оттуда. Очень хорошо. И при этом этот склонг на плате. Причем не на оба какой, а очень даже на оригинальной ДНА-75. Под класс электросклонг. Точно. Семейство. Замернем мы поднял коскоп и сразу посмотрим в него поближе. Поехали. Мод из магазина к нам приходит вот в такой вот коробочке без особых опознавательных знаков. Коробочка на магнитах. Открываем и видим там нашу железяку. Больше в коробочке с великим прискорбием сообщаю, что ничегошеньки нету вообще. Что касательно самого мода. Вообще производителям заявлено, что он сделан из деурина и карбонного волокна. Но что-то честно говоря весовые характеристики и органолептические заставляют в этом сильно сомневаться. Скажем так. Что он из себя представляет. Это бокс-мод системы склонг с классическим 510 коннектором. Причем коннектор здесь сделан так, чтобы он подходил как под маленькие 16-миллиметровые, так и под большие 22-миллиметровые грибки. Плата внутри установлена оригинальная эволовская ДНА-75 и в общем-то это прямой клон итальянского, если мне память не изменяет, бокс-мода. Но давайте с ним разбираться. Первым делом. Давайте все это дело по традиции замерим. Ширина 26,5. Высота 80,5. Глубина 50. В самом моде, что мы видим? Мы видим бутылочку из очень-очень-очень мягкого пластика. Вот тут я прям знаю, о чем я говорю, потому что я помню бутылочки Вейпрофаск, допустим, которые были в склонговской версии, они были очень жесткие по сравнению с этой. А это прям мягчайшее. То есть нажимать ее это одно удовольствие. Можно хоть мизинцем абсолютно спокойно жать, она будет спокойно сжиматься. Крышечка у бутылочки металлическая на резьбе. Сюда мы заливаем жижу. Жидкостью влезает, если память не изменяет, порядка 6,8 мл. После установки, после заправки точнее, устанавливаем бутылочку вот сюда. Ну и естественно, предварительно надо будет подрезать все-таки, потому что это совсем не дело. Ну, примерно так это будет выглядеть. Батареечка вставляется сюда плюсом вниз. И вот честно, внутреннее убранство мода, откровенно говоря, не слишком радует. То есть здесь такая достаточно безобразная пайка. Контакты, кажется, выполнены из латуни, судя по всему. То есть надо будет их постоянно чистить и полировать, чтобы просадок было поменьше. И вообще, камрад, который это присылал на обзор, говорил, что процент отбраковки у конкретно вот этих вот клонов, мягко скажем, очень большой. То есть вплоть до того, что несколько из них пришли откровенно не рабочими с завода. У некоторых без накрученного атомайзера плата определяла сопротивление как 0,3 Ом. То есть с пайкой здесь тотальная полная беда. И это не слишком хорошо. Включая это всё, видим, что это платка ВОВД на 75 оригинальная. Здесь управление всё стандартное. Здесь мы можем изменить температуру в заблокированном состоянии. В обычном состоянии до 75 Вт абсолютно спокойно меняем мощь. И дальше до 1 Вт. Для того, чтобы переключить презеты, зажимаем две клавиши, блокируем мощность два раза плюс, нажимаем или два раза минус и выходим в выбор презеты. Здесь у нас забиты презеты на никель. Два варианта. Нержавейка, титан, ещё один презет на никель. Обычный вареват. Никель с уменьшенным прихитом. Без прихита вообще. Ну и по кругу, соответственно, идём дальше. Как всегда, все силы дна плат раскрываются только при подключении к компьютеру и использовании, собственно, Escribe'овского софта. Так у неё конфигуративность, мягко скажем, не слишком хорошая. Мы её, наверное, будем пробовать где-нибудь в районе 20 Вт с различными дриппульками. Вообще, как оно всё смотрится с дрипками? Ну, давайте начнём с простого. Дрипка Hardaway. Такая симпатичная, компактная связочка. Дрипка Half-Fire Viper версии F2. Это вот гораздо более эстетичный и компактный вариант получается. Так, и дрипка Origin Little. Также под Origin Little существует специальное декоративное колечко, с которым оно будет смотреться вот таким вот образом. Колечко, кстати, относительно странное. То есть, обычно в бьюти-ринге они фиксируются внизу от амайзера. Это же оно просто фиксируется рингом. Вот так связка просто вообще супер выглядит, на мой взгляд. Ну что, сейчас мы парить ничего из этого не будем. Давайте двинем наверх и поговорим по самому склонг-модам. Поехали. С вами вращенец. Привет, ещё раз. Ну что, граждане, что есть сказать по этому поводу? Масовый лопосоч. Ну, что я могу сказать? Он чертовски компактный. Я могу сравнить его габариты на самом деле с достаточно большим количеством склонг-модов, которые у меня были. Он значительно меньше, скажем, поделок от санкбокс, которые такие брутальные, массивные итальянцы. И при этом он может смело соревноваться с бокс-модом вега, итальянской конторы галактика, которая при этом является механическим модом. То есть механический бокс-мод склонг. Я бы сказал, что это размер-то ближе к всеми скипперам там, прочим. То есть ты сомневался с ханом, господи. Да, если с ханом, то он чуть-чуть больше к ханом и ванн. Но учитывайте, что в хане только плата и батарейка, а здесь плата, батарейка и бутылочка 6-модов. Мало того, планы ДНА-40, а тут ДНА-75, монстрюга. Да, ДНА-75, при этом вдвое больше, чем ДНА-40. Вообще, это поразительно на самом деле. Как инженерам изначально получилось затрамбовать туда ДНА-75, мне честно непонятно. Вспомните хоть один ДНА-75 мод. Они гигантские. Да, это всегда достаточно большая массивная железка. А тут, видимо, они спиливали все, что только можно было спилить категорически. Ну и это дало свои плоды. На самом деле, с точки зрения эргономики, мне склонг бешено понравился. Он классный. Да, несмотря на то, что у меня, например, страсть к склонгам прошла, вот именно вот этот, ну, сам формат, мне очень понравился. Мне понравилась бутылочка, которая идет в комплекте. Супер софт. Да. Прям очень хорошая силиконовая. Они называются супер софт. То есть, это силиконовая бутылочка, очень нежная. Давить можно чем угодно, слегка. И, скажем, для заявок склонгеров поначалу, ну, немножко такое непривычное ощущение. Потому что сначала ты прокачиваешь палец, чтобы он у тебя жал, а здесь надо слегка надавить, а у тебя уже перелив. Ну, вот единственное, что, какой бы минус я к девайсу отнес, да, как ты его не схватишь, немножко тяжеловато нажимать на пузырек без перехвата. У тебя пальцы с склонгами. Не исключаю. Есть у меня такая проблема. Потому что он маленький мод. Ну, да. Вот. Это вот, на мой взгляд, с большими руками этот мод чуть-чуть неудобен. Тут, конечно, надо подбирать какие-то моды, где бутылочка вот спереди под палец торчит. Чтобы ее безымянным, допустим, жать. Тогда удобнее. Не, ну, для тебя, да. У меня, в принципе, я нажимаю полонную кнопку и светится с его средним пальцем. Про бутылочки можно отдельно, да? То есть, давайте вспомним, ну, все-таки я тоже перебывал. У меня в руках много склонов всяких и прочих китайских склонгов. То есть, там, первые бутылочки, то есть, там, какие-то жесть. У тебя не было склонка от Паранойи Копирова, который был с бутылочкой от фашной, в которой они пробники распространяли. Вот там реально надо было иметь накачанный палец просто для того, чтобы ее хоть как-то продавить. Я просто про то, что те бутылочки, которые шли даже, ну, вот, с флягой, да, то есть, там, вот, с склоном. Фляжные-то они жесткие. Там жесткие, да, то есть, вплоть до того, что и материал был, ну, полиэтилен был не очень хорошего качества, что, в конце концов, чуть ли не ногтем его продавливают, потому что давишь-давишь в одном месте, и там протиралось просто. Вот, а это, конечно, ну, супер вообще. Нет, бутылочки очень классные, на самом деле. С точки зрения склонка, вот, мне склонки не зашли именно из-за того, что бутылки чаще всего были жесткие, на тот момент, когда я пробовал всю эту технологию. Это было, конечно, года полтора назад, да, условно. В то время там суперсот-софтер были, они все равно жестковаты. Ну, да, а вот это вот прямо идеальный вариант. И вот мне бы здесь хотелось только, наверное, окошко чуть пошире, потому что вот пальцы сильно здоровые, у меня банально не хватает ни хвата, ни габаритов пальцев, чтобы пролезть в это окно по-человечески. При этом я хочу что сказать, то есть здесь дверка, это действительно карбон, залитый эпоксидной смолой, да, многослойный. Так. У меня были сомнения по поводу карбона на самом деле? Нет, на самом деле, вот если по срезу посмотришь, то это действительно он и есть. Просто он залит эпоксидной смолой, на виге в точности такая же дверь из такого же материала, только он, скажем, чуть фактурнее. И при этом, как это мне не прискорбно признавать, он чуть колхознее был обработан. То есть здесь вот обработка граней, она, конечно, острая, да, но сама по себе здесь нет ни сколов, ничего, она достаточно очень, ну, о чем я говорю, на самом деле, очень качественно обработана для карбона. При этом девайс стоит сколько, прости господи? Ну, шоу. Где-то в районе 80-100 баксов, если на память не изменяет. То есть совершенно приемлемые деньги. Да, в сравнении с ательяшками, которые просят за него добрые 400 баксов в среднем. Минимум. Я сразу, опять же, оговорюсь, я не пропагандирую законы. Ни в коем случае. Но вот как факт, в данном случае, простите, но плюсы у него почему-то даже очевидны. Единственное, что меня немножко смущает, я, несмотря на заявление производителя о том, что корпус у него сделан из долрина, по тактильным ощущениям это не долрина. То есть это, скорее, обычный пластик. Да, он програвирован, он неплохо фрезерован, в общем-то, у него неплохо сняты фаски, все сделано хорошо, но это не долрина. Во-первых, он легче долрина по массе, во-вторых, долрин же, он материал достаточно вязкий. А вот этот на ощупь, он прям твердый, у него все кромки, они прям острые. То есть у меня был долриновый мод, и я, скажем, с него умудрялся стружку снимать даже ногтем. Здесь я снимаю стружку с ногтя. О минусах. Давай вот по-честному теперь о минусах этого устройства. Плюсы мы все вроде более-менее обсосали. Минусы. Минусы простые. Ребята, это Китай. То есть это великая китайская лотерея. Качество обработки ногтем у него весьма посредственное. У него нету даже простых вещей типа ленточки для облегчения вытаскивания аккумулятора. Потому что вот взять, открыть его, аккумулятор тут подцепить просто нечем, физически невозможно. Единственный вариант его вытащить, это вот такой вот жесткий удар о ладонь. Все. Больше его не вытащишь? Никак. Совсем говорю о китайском качестве. Достаньте отсюда батарейку, коллега. Ну вот. Найдите ленточку. Что вы, что вы. Как вы будете делать? Заскиваться в ему. Да, да, да. Вы будете портить ногтем. Что? Батарейки. Кусочек. Вот его выхлопнуть гораздо проще. Ну да. Иначе в конце концов ты надорвешься. Да. Ну, тем не менее. Да. Тем не менее. Ленточки нет. Качество пайки, мягко говоря, удовольчающее. Совсем. Контакты сделаны абы как. В клаузапе я уже упоминал, что хозяин мода господин Хомка, кстати, спасибо отдельное, что прислал мод на обзор, мол. Он честно говорил, что часть колхозных модов к нему пришла нерабочая. У половины просто была не пропайка каких-то критичных мест, а у другой половины была проблема с пайкой в принципе, то есть без накрученного атомайзера мод выдавалось от противления 0,03 Ома. Это прекрасно. Китайцы, молодцы. Дата-счеты у нас, конечно же, все засыпящие на счетовой матери, паять им не умеют, это понятно. Нет, нет, подождите. Что, что, что? Что? Нет, нет. 0,03 Ома это же... 0,03. Ну, 0,03. Может быть, итог. Плата не совсем ДНА. Ну, по крайней мере, по всем тестам, которые мы прогнали, это вроде как все-таки оригинальное ДНА. Ну, я просто, как бы, одно из предположений. Либо это отбраковка какая-нибудь, либо еще еще-нибудь. Очередная. Хотя, вот уже мы всегда говорим отбраковка, отбраковка китайца, отбраковка, да, то есть там опять не единого доказательства, то есть этому нет. Отсути, на уме это докажут-то, а? Ну, мало, все равно. Китайцы возьмут и подумают, что бизнес на корню, скажут, да, ну отбраковку ставили, слушай, можно то есть, извините, то есть, ну а кто? Эволф сам скажет, что была, да, отбраковку китайцам отправляли. Ну, да, да, согласен. Ну, о чем ты? И этим надо жить, и тем надо жить. Абсолютно логично. Если вот к этим минусам вы готовы, то девайс, с точки зрения того, чтобы зайти в склонг моды, может оказаться интересным. Единственное, что меня смущает, вот на всех атомах, которые мы сюда накручивали, сопротивление плавает, на кантале просто кошмар. Да. Причем оно плавает в реальном времени. Да. И вот это вот смущает весьма и весьма. Честно, я не могу сказать, чем это обусловлено. Тем, что нам попался такой экземпляр. Тем, что у него проблема с коннектором, конкретно у этого экземпляра. Неизвестный. Но, с точки зрения вот того, чтобы понять форм-фактор, да, за недорого относительно, и не выплачивать за оригинал сразу там 400-500 бакарей среднестатистически, девайс очень хороший. При этом вы, я более чем уверен, сразу поймете, хотите вы оригинальный СВА или не хотите. Потому что, ну, есть люди, которые продают, например, свои СВА. Потому что они купили оригинал, попользовались, экономики. Ну, видимо, что-то не мое, продам. Ну, это повод сэкономить и проверить, действительно, хотите вы СВА по-настоящему или нет. Да. Поэтому, в общем и целом, с оговорками нам девайс, конечно, понравился. Но, как повезет. Сильно, как повезет. Здесь лотерея. Откровенная лотерея, и ты ничего с этим не проделаешь. Есть что добавить? Да нет, в общем-то, я же ручки сложил. Ну, я, собственно, свое мнение высказал. Мне сам по себе девайс очень понравился. И я думаю, что если бы я оставался таким же ярым приверженцем склонков на платье, и вообще в целом склонков, каким был летом прошлого года, то я бы себе, конечно, приобрел, ну, скорее всего, даже оригинал, но клон для запробовать. Если честно, очень странно. Контакты, да, я так понимаю. Нет, пайка здесь, это просто... Это не пайки, это же как-то закреповали, что-то закрутили, что-то подпаяли. Трэш и угар. Там ощущение такое, что они накрутили, потом залудили сверху. Нет, эксперты пассатишками, но потом что-то полудили. По ощущениям. Но, тем не менее, да, то есть там все-таки цена при этом достаточно качественно сделана, ну, так, внешне. Внешне, по крайней мере, если ты под крышку не лезь, под капот не лезь. Давайте, давайте вспомним, что можно увидеть. Влез под крышку в хаену. Да, 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 да. Вот, поэтому... Обычно все гораздо более крышевой. Поэтому с оговорками, ну, девайс можно порекомендовать к осторожному приобретению. Как пойдет, непонятно. Ну, да. Да. Поэтому спасибо, что вы нас вытерпели, спасибо, что вы нас посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, любой активности. Мы будем рады. Всем счастливо, всем пока. Пока-пока.